Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Хочется отметить то, что миновала еще одна неделя, значит мы стали ближе к нашему долгожданному событию, на которое ориентировались очень давно. Это событие, которое может оказаться весьма значимым и судьбоносным для перспектив главного валютного риска. Прежде всего нас, конечно же, интересует ЕЦБ, потому что мы знаем, что уже в этот четверг Марио Драги в ходе пресс-конференции сможет намекнуть, ну или по крайней мере уже фактически принятие решения о возможных изменениях монетарной политики. Есть несколько сценариев, это либо снижение процентной ставки по депозитам, либо все-таки продление программы количественного смягчения, на что мы ориентируемся давно и уж то, что хотелось бы видеть еще квартал назад. Но вот, к сожалению, время идет, пока мы этих прорывных и судьбоносных вещей для оппозиции главного валютного риска не слышим, может быть все изменится уже в этот четверг. Я очень надеюсь на это, личными силами пытаюсь визуализировать эту потенциальную решительность, потому что понимаю, что евро уже давно пора снижаться, потому что уж больно надоело наблюдать этот актив рядом с отметкой 1.10, тем более, что есть какое-то глубинное убеждение в том, что евро против доллара должна торговаться недалеко от уровня 1.05, а может быть даже уже возле паритетного значения. Ну а обо всем давайте поговорим подробнее. Не забывайте о том, что в ходе сегодняшнего, скажем, брифинга я анонсирую очередной бонус, который позволит вам получить, соответственно, фактически бонус на пополнение 300 долларов. Действует этот бонус до следующего брифинга, и чтобы воспользоваться им, нужно будет связаться с вашим персональным менеджером и обменять этот бонус на кодовое слово, которое я анонсирую либо ближе к середине брифинга, либо уже ближе к концу. В общем, советую быть предельно внимательными. Также отдельное спасибо тем, кто сейчас находится в прямом эфире. Понимаю, праздничный день, но все равно большое вам спасибо за то, что вы смогли найти время, чтобы посетить наш традиционный аналитический обзор. Надеюсь, он будет вам полезен. Разумеется, сегодня мы в основном будем подводить итоги заключительной торговой сессии прошлой недели, пятницы. Тем более, что в пятницу у нас был соответствующий серьезнейший фундамент. Это американские данные по рынку труда, Non-Farm Perils, которые при этом были еще приправлены и динамикой позарных плат. Ну, в целом, давайте все-таки о американской статистике будем говорить тогда, когда начнем описывать перспективы пары USD-иены. А сегодня традиционно, как и всегда, мы начинаем каждый брифинг. Давайте не забывать и про динамику нефти, которая сейчас радует наши краткосрочные и среднесрочные ожидания в плане реализации. Потому что мы поставили на возможность сохранение бычьего ралли по нефти еще больше недели назад. И с чем это было связано, я думаю, что те, кто внимательно посещает брифинги, вы знаете это и без меня. Это возможные присутствующие надежды на то, что 20 марта стороны, которые будут участвовать в переговорах по поводу единой согласованной позиции по слому негативного тренда, характерного для рынка энергоэсусов, выработают вот эту солидарную позицию. И признают все-таки необходимость снижения объемов производства, потому что без этого, к сожалению, достигнуть, разумеется, каких-то оснований, которые стали бы долгосрочными уже факторами роста котировок нефти и поспособствовали возвращению позиции этого актива выше 50 долларов за баррель, попросту нет. Поэтому будем надеяться на то, что особенно нужно надеяться тем, кто все-таки делает даже уже долгосрочную ставку на рост позиции черного золота, на то, что стороны смогут найти какое-то компромиссное основание. Но все-таки давайте говорить подробнее. Не будем сейчас чрезмерно визуализировать по позициям бренда, потому что знаю, что долгосрочно у нас неизменные ориентиры, и я даже рекомендовал вам еще не отказываться долгосрочно от возможности еще больше просадки этого актива. Потому что сейчас на повестке ближайшего времени, напомню то, что по комментариям министра в нефти Нигерии, стало ясно то, что вот это заседание состоится в воскресенье, то есть фактически через две недели, 20 марта, и пройдет оно в Москве. Понятно то, что основной вопрос, который будет обсуждаться, вот как раз вот эта солидарная позиция. Но для того, чтобы отказаться от возможности еще большей просадки бренда в долгосрочной перспективе, мы должны четко понимать, какие итоги будут озвучены в ходе этого заседания. Такого понятия, разумеется, нет. Этого не знает никто. Поэтому здесь может быть только два сценария. Либо стороны договариваются, снижают объемы производства, и мы впоследствии переключаемся на возможное восстановление спроса, на позиции энергоресурсов стабилизации показателей спроса и предложений. И в конечном счете, действительно, это станет неплохим бустом долгосрочного характера для позиций бренда и WTA. Но это только в том случае, если стороны договорятся. Если мы опять не увидим никаких прорывных решений, значит долгосрочные инвесторы снова получат тот накапливающийся профит, который будет реализован по мере того, как бренд начнет спускаться снова к поддержке 30 долларов за баррель, а потом будут значения и еще ниже. Это что касается долгосрочного трейдинга. Краткий и среднесрочный трейдинг. Вы помните, у нас сначала было сопротивление 35, потом мы поставили на возможности ухода этого актива в район 37-38, и замахнулись на то, что на спекулятивных ожиданиях, на возможности позитивного исхода, трейдеры сейчас по причине отсутствия для рынка энергоресурсов в последнее время положительных факторов смогут забраться до отметки 40 долларов за баррель. И смотрите, какие у нас текущие ценовые значения. Клосс пятница 38,91. Прошу прощения, хай сегодняшнего дня 39,49. Сейчас мы видим котировки 39,43. Хотя опять же, учитывая то, что брифинг уже идет 6 минут, допускают то, что бренд мог забраться даже еще повыше. То есть 40, вот-вот то сопротивление, которое падет. Почему? Потому что на рынке все-таки сейчас очень много оптимистов, которые верят в то, что 20 марта рынок энергоресурсов, и в принципе активы и бренды WTI получат какой-то сигнал для дальнейшего восстановления. Если коснуться опять же прочих фундаментальных факторов и обстоятельств для роста нефти, нужно также обратить внимание на пятничную сессию и прийти к выводу о том, что только одних ожиданий того, что 20 марта может быть что-то стоящее для нефти, недостаточно. Потому что в пятницу мы видели очень серьезное восстановление. По сути, даже в пятницу у бренда были все предпосылки, чтобы оказаться в районе 40 долларов за баррель. Был локальный фундамент, и он связан с тем, что после выхода, опять же, данных, обновленных данных по объему производства нефти США, все участники рынка пришли к выводу о том, что сейчас сокращение количества боровых все-таки мало-помалу влияет на объемы производства. И честно говоря, объемы выработки нефти в США снова снизились до текущего уровня 9,08 миллиона. Это, конечно же, не те максимальные значения, которые мы наблюдали несколько месяцев назад, но это все равно уже минимумы практически с конца 2014 года. И в пятницу еще в качестве такого десерта для трейдеров по нефти были еще данные от Baker Huge, это по количеству нефтяных буровых и терминалов. И я думаю, что за этой статистикой вы также уже следили. Основа сокращения уже, наверное, даже 10 или 11 неделю подряд, минус 8, прошлое число 400, сейчас 392 нефтяные платформы. Поэтому участники рынка использовали и этот локальный позитив, чтобы поддержать собственное локальное бычье ралли и подтянули позиции бренда еще и выше. Поэтому возвращаясь к дальнейшим ожиданиям. Я считаю то, что если мы в ближайшие несколько дней, а может быть даже к концу сегодняшней торговой сессии, сможем забраться выше сопротивления 40 долларов за баррель, кратко среднесрочным трейдерам я бы порекомендовал все-таки взять текущий профит, потому что он действительно стоящий, и подождать, что будет с активом дальше. Потому что 40 планка уж очень крутовата, тем более, что сегодня у нас только 7 марта, по сути, до 20 марта две полноценные недели, и то, что в течение еще двух недель мы будем наблюдать сохранение вот этого позитивного настроя и такого динамичного восстановления, вероятность этого низка. Поэтому после 40, скорее всего, пойдет консолидация, трейдеры уже будут искать дополнительные подсказки, возможно, в доп. формулировках со стороны министров нефти, нефтедобывающих стран, но, прежде всего, участников предстоящей встречи, будут следить за статистикой. У нас традиционно API и динамика по запасам нефти США от Минэнерго, Соединенных Штатов Америки, в целом будут пытаться найти поддержку и в этих отчетах, но все равно я считаю то, что при достижении 40, лучше оставить пока что для краткосрочного, среднесрочного трейдинга Brent и WTI в покое, потому что 40 – это уже приемлемое значение. Поскольку у нас есть возможность следить за новостным фоном в формате каждодневного брифинга, я, разумеется, буду продолжать держать вас в курсе, но если до конца сегодняшнего дня, то есть до следующего брифинга, мы увидим все-таки 40, пожалуйста, выходите из сделки, но, конечно же, на собственный страх и риск, потому что кто-то, может быть, годится уже за более серьезным восходящим ориентиром, может быть, кто-то обладает инсайдом по поводу потенциальной договоренности, либо, скажем, увидели в общедоступных сводках больше подтверждения того, что можно смело перестраиваться уже на позитив. Я таким долгосрочным, позитивным еще представлением по перспективам нефти не обладаю, и считаю то, что 40 – это уже практически подаренная для нас возможность поспекулировать на потенциальном росте, прежде чем мы пойдем еще глубже, потому что в глубине души я по-прежнему медведь в отношении позиций Брента. Не верю я в то, что в ближайшее время на рынке смогут появиться какие-то судьбоносные факторы для того, чтобы сломить этот негативный тренд, потому что ключевые фундаментальные факторы – это переизбыток нефти, это слабая мировая экономика, они сохраняются. И даже в том случае, если мы увидим постепенное снижение объемов производства, вы не забывайте о том, что есть еще и обратная сторона медали. Она заключается в том, что как только цены на нефть реально попозут вверх и доберутся до 50 долларов за баррель, мы снова увидим возобновление работы прежних нефтяных хабов и терминалов, которые закрывали США, соответственно, количество боровых будет расти, и это только усилит давление на фактор переизбытка предложений. Поэтому, наверное, к концу 2016 года мы все-таки будем наблюдать очень мрачные перспективы по черному золоту и, соответственно, будем искать дополнительную поддержку для аргументации наших пока что еще актуальных, долгосрочных, ключевое слово, идей, которые все равно допускают возможность ухода бренда ниже 30 долларов за баррель. В общем, с кратко-средними и долгосрочными ориентирами, я думаю, все понятно. Если будут какие-то вопросы, вы всегда можете задавать их на нашем официальном канале на YouTube, потому что этот канал я посещаю регулярно, то есть стараюсь отвечать. И не забывайте также о форуме о маркетинге, где также есть у меня аналитическая ветка, стараюсь отвечать и там. Что касается российской валюты, 71,89. Мы с вами допускали возможность того, что в случае роста нефти рубль также будет укрепляться. Это совершенно логично, эта логика действует, корреляция сохраняется. Поэтому здесь у нас абсолютно неизменный сценарий для кратко-среднесрочного трейдинга, потому что так же, как и для позиций нефти, у нас есть два, скажем, полярных, две полярных, два полярных сценария, скажем так, простите за повторение, относительно того, как торговать рублем. Это долгосрочный, который по-прежнему основан на возможности еще больше девальвации курса национальной валюты. И одним из определяющих факторов для девальвации рубля все-таки еще отсутствие четкой уверенности в том, что нефть будет дальше устанавливаться. А вот что касается кратко-среднесрочных ожиданий, здесь мы реагируем, конечно же, на локальную динамику нефти, видим то, что нефть укрепляется, поэтому мы допустили возможность укрепления рубля и ухода пары USDRAP сначала ниже поддержки 73, потом еще ниже. Я замахивался, конечно же, на отметку 70, но думал, что произойдет это уже как можно ближе к 20 марта. Но еще раз повторяюсь, еще две недели до 20 марта, а мы уже видим котировки 71.89. Поэтому если бренд сегодня предпримет возможность и попытку закрепиться выше 40 долларов за баррель, значит и рубль у нас пойдет к уровню 70 против американского конкурента. Есть и локальный повод для радости покупателей российской валюты, потому что в пятницу еще вышли данные по инфляции. Я ориентировал вас на этот отчет, сказал то, что в понедельник мы к нему вернемся, собственно, это мы сейчас и делаем. Отчет по инфляции показал то, что месячный показатель по индексу потребительских цен вырос на 0,6% против прошлого роста на 1%. То есть мы видим то, что инфляция понемногу затухает, соответственно, отсутствие рисков для еще большего разгона этого показателя не несет уже дополнительную угрозу для потребительской активности и для будущих показателей ровничных продаж. А может быть уже и не составляет какую-то доп. угрозу для показателей ВВП. Хотя, честно говоря, то, что российская экономика будет и дальше пребывать в состоянии рецессии, это как пить дать, потому что для того, чтобы ВВП России смог оформить хоть какие-то предпосылки для выхода на положительную территорию, мы должны сейчас наблюдать по бренду, столь важному экспортному сырьевому ресурсу для российской экономики, цену выше 50 долларов за баррель. И несмотря на все антикризисные планы, которые допускаются монетарными и властями, в частности еще и Минэкономразвития, мы понимаем то, что самые мрачные сценарии, они на самом деле очень оптимистичны сейчас для российских властей и, к сожалению, пока мы не можем со свойственным, опять же, властям России допустить возможности роста и бренда и, соответственно, использовать этот потенциальный позитив для курса российской валюты. Очень важная дата 20 марта. Я хочу, чтобы вы ни в коем случае не забывали про нее. И если вы используете в своей спекулятивной деятельности как раз трейдинг по нефти и российской валюты, вы должны взвешивать все за и против и допускать, продумать все возможные сценарии, которые могут быть озвучены, либо уже реализоваться в ходе вот этого долгожданного заседания представителей ОПЕК и России. Немного задержались мы, конечно же, на рублей нефти. Давайте идти дальше. Тем более, что далее у нас европейская валюта, которая является общим барометром спроса на рисковые инструменты. Евро-доллар. Актуальные котировки на текущий момент 1.09.90. Видим то, что хай пятничной сессии был 1.10.42. В целом волатильность была просто безумная. Мы и сходили к минимальным дневным значениям, которые были ниже уровня 1.10. Мы увидели то, что и локальные, скажем, хаи были достаточно высоки. Мы увидели, как настроения менялись на рынке. Мы видели, как трейдеры реагировали на американскую статистику по рынку труда, в частности, на отчет по Non-Farm Parals. Но прежде чем перейти к американской статистике, я хочу отметить то, что в пятницу то локальное бычье ралли, которое мы наблюдали в первые половины дня, оно было основано на появившихся слухах о том, что в рамках Европейского Центрального Банка отсутствует единая позиция согласованности в плане решительности касательно доп. мер экономического стимулирования. Эту тему многие подхватили. Если нет солидарной позиции, значит, все-таки нет такой уверенности, как пытался обозначить я в том, что ЕЦБ пойдет на более агрессивный выкуп активов либо снижение процентной ставки. Я считаю то, что эти слухи и спекуляции сейчас абсолютно безосновательны, тем более, что если мы обратимся уже к все-таки ключевым предпосылкам для потенциальной решительности ЕЦБ, это не забывайте о последних комментариях председателя ЕЦБ Марио Драги, который ясно дал нам понять, что в случае снижения индекса потребительских цен, это было, между прочим, месяц назад, ЕЦБ пойдет на доп. шаги экономической поддержки. Вы помните то, что на прошлой неделе, буквально прямо в торговой сессии понедельника, мы констатировали то, что индекс потребительских цен в рамках еврозоны не просто продолжает находиться на около нулевой территории, он уже просел в отрицательную зону. Это дефляция реальная, реальная цифра. И я, честно говоря, ожидал ее еще где-то месяца два назад. Но лучше поздно, чем никогда. Сейчас мы видим то, что индекс потребительских цен находится на своих адекватных значениях. Это реальная констатация слабой потребительской активности, что в целом будет приводить к более слабым отчетам по ВВП. На этой неделе, кстати, у нас есть возможность проанализировать динамику ВВП. Но все равно это будут третьесортные отчеты, потому что все будет вертеться вокруг приближающегося заседания Европейского центрального банка, где с большой долей вероятности мы сможем услышать от Марио Драги долгожданное решение по еще одному снижению процентной ставки, либо решение ассортимента выкупаемых активов. А это для нас уже судьбоносный сигнал, точнее не для нас, а для евро, чтобы ослабить, соответственно, свой напор в отношении конкурентов и начать уступать логично позиции своему основному конкуренту доллару. Потому что евро сейчас стоит так высоко и так, скажем, дорого, как, учитывая фундаментальную новостную картину, стоит не должен. В общем, дождались мы этого заседания, несколько торговых сессий, я думаю, что мы уж тем более потерпим, потому что очень много ждали. И только моя рекомендация, не позволите сейчас локальному восстановлению, возможно, каким-то слухам, которые могут вполне появиться в ближайшей торговой сессии на рынке, разубедить вас в том, что у евро по-прежнему куда больше оснований для оснижения. Я думаю, что в этот четверг мы получим сигналы и сможем увидеть долгожданное ослабление позиций главного валютного риска. Далее идем. Доллар японской еды. Здесь я предлагаю уже тотально так остановиться на статистике, которую мы анализировали в пятницу. Это отчет Non-Farm Paralels по количеству новых рабочих мест на сельскохозяйственного сектора. Помимо этого отчета были опубликованы еще данные по уровню безработицы, но и еще отчет по росту заработных плат. В частности, Non-Farm Paralels очень хорошая цифра. 242 тысячи новых рабочих мест против прошлого отчета, когда мы констатировали этот показатель на отметке 172 тысячи. Уровень безработицы на прекрасном значении сейчас 4,9%. Это лучше даже целевого ориентира. Как только были опубликованы эти цифры, даже в динамике евро, мы сразу в моменте могли увидеть, как евро оказалось под серьезным давлением, а доллар начал расти. Это было вполне оправдно и обоснованно. Но как только вышли данные по росту заработных плат, к сожалению, этот отчет оказался уже не таким оптимистичным, как хотелось бы его видеть. Заработные платы, к сожалению, снизились в прошлом месяце на 0,1%. Против ожидаемого роста на 0,2%. И учитывая то, что этот отчет является одним из определяющих для будущих показателей по инфляции, понятное дело, что на рынке тут же появилась масса скептиков касательно того, что если нет оснований для роста индекса потребительских цен, значит ФРС будет по-прежнему откладывать решения по разгону высокосрочных процентных ставок и не обрадует трейдеров жесткими комментариями, которые мы с вами ожидали вот уже в ходе ближайшего заседания ФРС, которое состоится 16 марта. Я соглашусь, да, действительно, после того, как мы получили свидетельство того, что заработные платы растут не так динамично, как бы нам хотелось, это может стать негативным фактором для доллара. Но это только локальный отчет, потому что до этого мы видели тенденцию того, что заработные платы растут. И прежде чем мы сможем отказаться от таких убедительных доводов со стороны американской статистики и отказаться вообще от представления того, что американская экономика готова к повышению процентной ставки, я думаю, что нам нужно наблюдать минимум три отчета по снижению заработных плат. Пока такой тенденции нет, и я ни в коем случае не советую вам отказываться от тех сделок, которые направлены на рост позиции американца. В частности, чтобы подкрепить представление о том, что доллар непременно должен расти, я традиционно предлагаю вам обратить внимание на доходность американских тренджерс. Если вы сейчас посмотрите на наши традиционные десятилетки, то вы сможете увидеть то, что на текущий момент доходность по этим бумагам находится на, по сути, месячном максимуме, и фактически 1,9. Это, понимаю, еще, конечно же, далеко до декабрьского показателя 2,25, но все равно положительный тренд уже очевиден. Доходность понемногу подбирается к процентному показателю в 2, соответственно, ровно. И как только доходность американских трежерс заберется выше 2%, я думаю, что мы увидим изменения даже в позициях и формулировках представителей ФРС, потому что рост доходности американских трежерс, они будут создавать, соответственно, предпосылки для роста доллара. А если мы увидим такой активный интерес к американским бумагам, точнее, его отсутствие, потому что все-таки рост доходности американских трежерс, он свидетельствует о том, что трейдеры делают ставку на другие облигации. Значит, в основу этого тренда будут ложиться какие-то сигналы, которые будут появляться на рынке. Я считаю то, что этими сигналами должна стать национальная статистика, которая в последнее время нас и без того продолжает радовать. В общем, по доллару японской иене по-прежнему рассматриваем возможности роста. К сожалению, в пятницу мы не смогли добраться до нашего отложенного ордера 115, но я думаю, что если ждали уже несколько месяцев, подождем еще немножко. Тем более, что ЕЦБ может стать также драйвером, триггером для серьезной волатильности американца. Надеюсь, что доллар использует потенциальную решительность Европейского Центрального Банка в качестве неплохой поддержки для себя. Посмотрим, как будут обстоят дела по факту четверга. Но считаю то, что до конца этой недели мы сможем оказаться уже возле отметки 115 иен против доллара. А фунт против американца. Здесь у нас локальное ралли. В частности, растет фунт. Почему? Потому что способствует тому американская статистика. Все-таки не дотянули мы по фундаменту до серьезных предпосылок роста доллара. Но все равно понимаем то, что фунт обречен на снижение. Почему? Потому что есть политические риски. Есть все-таки еще и очень слабый фундамент. В частности, индексы деловой активности в строительстве, промышленности и в сфере услуг. Это блок очень слабых отчетов, которые пока никак не дисконтировались стоимости британца. Полагаю, что мы будем наблюдать на этой неделе отложенные эффекты. Эта статистика непременно отразится в динамике британской валюты и создаст условия для того, чтобы пара фунт-доллар снова оказалась ниже поддержки на уровне 1,40. Ну а там уже это снижение будем поджидать мы, потому что уже стоит отложенный ордер 1,3950, откуда мы будем продавать фунта против американца. Из других валютных активов хочу отметить еще пару USDCAD. В частности, здесь мы видим то, что канадец продолжает укрепляться, реагируя на рост нефти. В частности, еще поспособствовал укреплению канадской валюты и слабости американца. Но это временное явление. Полагаю, что разворот уже вот-вот произойдет. Но все равно, даже несмотря на котировки на текущий момент по паре USDCAD 1,3340 и заманчивость открытия длинных сделок, давайте все-таки не будем рисковать. Подождем, пока пара основа окажется выше уровня 1,35, а лучше подберется даже к значению 1,40. Только после этого будем, как я уже отмечал в ходе прошлого брифинга, задумываться об открытии длинных сделок по американцу против канадца. Золото у нас 1261.22, сейчас хай пятница 1279, и оттуда пошел локальный слом. Надеюсь, что это разворотная точка, которая будет толкать позиции золотого актива ниже. У нас по-прежнему ориентир 1200 долларов за тройскую унцию, и только после достижения этой планки мы будем рассматривать возможность открытия коротких сделок. Считаю то, что доллар уже потихоньку входит в фазу своего долгосрочного роста, и сигналом к этому является как раз динамика американских облигаций. Я об этом уже сказал, это нужно использовать в качестве потенциального фактора для роста, и полагаю то, что дальше по золоту мы будем наблюдать исключительно снижение. Потому что и так этот актив добрался до буквально космических значений, до которых он не должен был добираться в столь короткий промежуток времени. Особенно, что и настроения на финансовых площадках, они не такие уж и плохие, чтобы провоцировать такой приток инвестиций капитала в золотой актив. В общем, чрезмерные ралли, уверен, сейчас в ближайшее время уже выдохнется, возможно, это уже и произошло. Что касается кодового слова на сегодня, давайте в качестве такового выберем ЕЦБ. Еще раз напоминаю то, что величина бонуса 15%, действует он до следующего брифинга. Бонус на пополнение 300 долларов. И поскольку он стоящий, я рекомендую им воспользоваться, тем более, что волатильность будет бешеная. Ну и вы это знаете и без меня. Из важных отчетов сегодняшнего дня советую обратить внимание прежде всего на производственные заказы. По Германии, которые будут опубликованы в 10.00 по московскому времени, то есть буквально уже совсем скоро. Здесь я ориентируюсь на слабую статистику, но более серьезным фундаментом могут стать выступления вице-президента ФРС Фишера сегодня поздним вечером в 21.00 по московскому времени. Лично мне будет очень интересно послушать, какие же взгляды разделяет он относительно перспективы американской экономики. Особенно после пятничных данных по non-farm peril и динамике заработных плат. Но все равно от Фишера традиционно, как и в прошлый раз, он в частности месяц назад оказал очень неплохую поддержку доллара. Я считаю то, что это может повториться и сегодня. На этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, напоминаю, наш официальный канал на YouTube, либо форума Markets, где можно оставлять любые комментарии. С радостью отвечу на любой момент и любой вопрос, который вас интересует. Спасибо за внимание. Удачной вам торговой сессии. Всего доброго. До свидания.